Всем тем, кто только что к нам присоединился, мы говорим «доброе утро» и продолжаем говорить о последствиях пандемии. У нас в гостях психолог Мария Самсонова, и мы поговорим о том, как же вернуться обратно в рабочее русло и избавиться от тревожностей. Доброе утро! Доброе утро, Карина! Спасибо, что нашли время прийти к нам сегодня. Ну и поговорим все-таки о важной теме, как изоляция и пандемия все-таки повлияла на психику людей. Нужно разделять пандемию и изоляцию, потому что сама пандемия – это угроза новая, неизвестная. Наша психика вообще не любит, когда мы попадаем в зону неопределенности. То есть как из нее выбираться у нас нет в запасе стратегии, естественно, это вызывает тревогу и страхи. А изоляция каким образом повлияла? Это некий триггер, который обострил все те проблемы, которые существовали у человека до. То есть в изоляции кто-то столкнулся со своим одиночеством, кто-то столкнулся с проблемами в отношениях и так далее. Ну то есть возросло количество случаев семейного насилия. Невозможно так, что женщина жила, например, с ненасильником, и вдруг в изоляции он стал таким, да, проявлять какую-то агрессию. То есть изоляция повлияла таким образом, что она усугубила то, что было уже у человека с психикой. С какими вообще с психологическими проблемами люди столкнулись? В основном обращаются клиенты с тревожно-депрессивными расстройствами. Но я не могу сказать определенно, что это повлияла сама пандемия. Скорее здесь очень сильно повлияло то, как эта пандемия преподносилась в СМИ. Три месяца все-таки нас кошмарили, и нельзя это игнорировать. Все СМИ говорили о том, насколько это ужасно и страшно, хотя случаев выздоровления было значительно больше. А что касается перехода, то есть мы обычно работали, обычно учились, а потом вдруг резко перешли на дистанционное обучение. И многие жалуются на то, что столкнулись с трудностями непонимания заданий, да, допустим, у детей резко упала успеваемость. Это действительно сложно, прежде всего для родителей, но и для детей тоже адаптироваться. Не у всех условия жизни позволяют полноценно обучаться, и это большой стресс. Это может влиять сейчас на то, что у родителей и у детей будут портиться отношения, так как они просто находятся в стрессе, не знают, как сейчас к этому адаптироваться, более лояльно, менее давить на своих детей и так далее. Нужно ли проводить какие-то беседы с ребенком? Может. Беседы с ребенком, я думаю, не нужно проводить, его нужно поддерживать. Беседы нужно проводить с родителями, потому что для родителей это больше стресс, чем для деток. Если ребенка родитель поддерживает, ребенок без проблем адаптируется. Но если родитель сам в стрессе, сам в тревоге находится, он, естественно, будет давить на своего ребенка. Как вообще понять первые признаки тревожности, есть ли возможность как-то их, может быть, подавить? Я не предлагаю никому ничего подавлять. Если вы чувствуете, что у вас такая тревога, с которой сложно справиться, нужно обращаться к специалистам. Если тревога уже переходит какие-то нормы, то в этом случае, конечно, медикаментозная поддержка. Здесь психиатр или психотерапевт. Если тревога в пределах нормы, то в этом случае, если человек не справляется самостоятельно, то лучше обращаться к психологу за профессиональной поддержкой и помощью. Вот есть случаи людей, которые переболели, и у них полностью поменялось сознание. Это как-то связано с психологией, с психикой? Сейчас пока очень рано говорить о том, как болезнь влияет именно на физиологическом уровне, на нашу центральную нервную систему. Есть ли какие-то изменения и так далее, потому что нужно какое-то пролонгирование на исследование длительное, чтобы человека изучить и посмотреть, как это влияет. Но если говорить именно о психологических проблемах, то да, взаимосвязь есть. Отчего меняется наше сознание? Человек в этом кризисе сталкивается со страхом смерти. Смерти, конечно, это не очень оптимистично для утра звучит, но, к сожалению, это правда. Человек осознает, что жизнь конечна. У кого-то это происходит, не сталкиваясь с болезнью, то есть просто с возрастом каждый сталкивается с этим кризисом. Но болезнь, она повлияла таким образом, что мы с ней столкнулись, с этим страхом столкнулись достаточно быстро, да. И, конечно, когда человек осознает, что жизнь конечна, поднимается и тревога, и страх, и так далее. Но есть хорошая новость. Так, давайте. В страхе смерти заложен очень большой ресурс, чтобы жить здесь и сейчас. Но многие не могут справиться до сих пор с тем, что я до сих пор болен, хотя люди уже выздоровели. Или, например, человек выздоровел, он до сих пор ощущает какие-то в теле изменения и так далее. Ну, то есть тут уже с тревогой нужно работать именно. Что касается обратного возвращения с дистанционки на обычную работу, как, вы думаете, лучше сразу также приступать к такому же темпу жизни, какая она была до пандемии, или же все-таки нужно как-то дозировано? Ну, сложно говорить, да, как нужно, потому что как получится обычно у людей. Если вызвали на работу и нужно выходить, то человек, естественно, выходит на работу и начинает работать. Но психике нужно время для адаптации. Люди жалуются на апатию, на сонливость, на уныние, на нежелание вообще что-либо делать. И это нормально, потому что психика какое-то время должна восстановиться, так как в этой тревоге, в этом страхе, в этой изоляции очень много ресурсов человек теряет. Я слышала даже несколько примеров о том, что люди были экстравертами, потом полгода посидели дома, привыкли общаться через экран, и им уже сложно коммуницировать с людьми. Да, действительно, социофобиков стало больше. Но это не есть ни плохо, ни хорошо, если человеку так комфортно, возможно, он нашел свою какую-то точку, как ему удобно жить. Но бывает и так, что человек, например, жил, коммуницировал с легкой формой социофобии. Социофобия – это когда страшно вступать в прямые диалоги, в контакты, вообще в обществе находиться, а изоляция еще более ее усугубила. Ну, то есть, если до этого человек как-то с ним справлялся, все-таки находил в себе силы выходить и коммуницировать, то после изоляции, возможно, он настолько замкнулся в себе, ему значительно сложнее будет в мир выдвигаться. Ну, как-то из этой зоны тоже выбраться можно и вернуться? Да, конечно, можно. То есть здесь очень важно самому на себя не давить, не заставлять себя стать снова суперактивным, ресурсным, очень быстро начинать, да, там, вливаться в колье, потому что многие требуют от себя прям результатов. Три месяца он просидел, да, в каком-то ужасном состоянии психологическом, а тут вдруг все закончилось, и нужно сразу активничать. Так не получится. То есть здесь очень важно отнестись с вниманием к своим потребностям. Если вы нуждаетесь больше в сне, спите больше, кушайте больше. То есть заботитесь о своих каких-то физиологических потребностях. С чем сейчас чаще всего люди обращаются? Вот мы говорили о том, что усугубились проблемы, которые были на каких-то ранних этапах. Кто сейчас к вам обращается чаще? Чаще всего клиенты обращаются сейчас. Если говорить именно о последствиях пандемии коронавируса, то это тревожно-депрессивные расстройства. С чем конкретно они связаны, сложно сказать. Естественно, есть люди, которые переболели, естественно, у них как-то это все повлияло, они столкнулись с тем, что что-то с их организмом не так, и это вызывает тревогу. Есть те, кто не болел, и тоже наблюдается то же самое, те же депрессивно-тревожные расстройства. Пока мы с коллегами гадаем, с чем конкретно это связано. Но единственный вывод, к которому я пока пришла, что это вот именно конечность жизни, осознание. Вот как раз-таки вопрос, трудились сейчас психологом, вы ищете какие-то новые методы, что-то изучаете. Как приходите к тому, чтобы все-таки помочь людям? Я, конечно, пытаюсь адаптироваться сама, чтобы как-то помогать человеку. Мне нужно необходимо понять вообще, с чем связана его проблема. Я работаю с психиатром в тандеме и с невропатологом. То есть невропатолог смотрит по своей части, были ли там какие-то изменения. Психиатр смотрит по своей части, нужна ли там медикаментозная поддержка. Я делаю все, что от меня зависит. То есть поддерживаю человека и смотрю именно с точки зрения психологии. Да, сейчас мы все находимся в области какой-то неизвестности до конца и пытаемся помогать людям так, как можем найти свою точку опоры. Сколько времени примерно нужно, чтобы восстановиться? Есть ли случаи, когда к вам люди обращались, вы довели их до полного, ну как бы полный курс прошел и какой результат? Пока таких случаев нет. То есть сложно говорить. Есть люди, которые приходят, действительно у них там есть тревога и им помогает несколько сеансов, но это очень редко. В основном приходят те, кому действительно уже тяжело, очень. То есть там депрессия, там тревога, там бессонница, потеря аппетита. И в этом случае крайне сложно сказать, что были случаи выздоровления, замечательно, все окей. То есть все индивидуально. Также столкнулись с проблемой все мы, что находимся часто дома с людьми, ну с родственниками, да? И вроде бы вы до этого момента не замечали, что так много этого человека в твоей жизни. И тоже бывают скандалы и проблемы. Как, может быть, это предотвратить? Отношенческие проблемы, конечно, вышли сейчас в первый ряд, скажем так. Потому что люди были очень долго времени вместе. Естественно, не у всех есть возможность организовать себе какое-то личное пространство, уединиться, и это вызывает напряжение, и это может приводить к конфликтам. Как с этим справиться? Ну, я думаю, сейчас уже все пошли на привычную свою работу, сублимировать энергию в другое и могут немного друг от друга отдохнуть. Но говорить, конкретно давать какие-то рекомендации здесь очень сложно, так как все отношенческие проблемы, они индивидуальны. У каждого человека что-то свое, да? Какая-то претензия к партнеру или к своим детям, дистанционка усугубила, да? Опять же, это все. Спасибо вам большое, что вы нашли время сегодня к нам прийти. Я напомню, друзья, что у нас в гостях сегодня была психолог Мария Самсонова. Оставайтесь вместе с нами, впереди еще очень много интересных новостей и звездных гостей. Спасибо. Спасибо.